Итак, у нас сегодня тема «Гальваника для чайников», потому что в процессе всей моей истории занятий косметологии я встречаюсь с людьми, с десятками, сотнями людей, которые не понимают, что они делают, когда берут в руки, в принципе, аппарат «Гальваники», то есть электрофорез и так далее, которые постоянно спрашивают, а этот гель с минус или с плюса, которые постоянно спрашивают, а как лучше делать, а сколько минут, по тряпочке или без тряпочки, по раствору соды или без соды и так далее. То есть люди просто не были научены работать с аппаратом. Возможно, они не учили в достаточном количестве физику в школе и химию. Не все талантливые физики и химики пошли заниматься косметологией. И так как мне очень надоели эти вопросы, потому что они достаточно такие, ну, говорящие о том, что человек вообще ничего не понимает, вообще не понимает, зачем этот метод, для чего этот метод, что этот метод делает. Он помнит только, что что-то было про плюс и что-то было про минус. Вот, вот и все, что он помнит. А какие действия у «Гальваники», как это все происходит, неизвестно. Вот, сейчас мы сделаем так, что у вас не будет больше вопроса с плюсов, водителей с минусами. Хорошо? Да, к тому же, сейчас, да, в принципе, всегда были модны и домашние аппараты, и тоже, чтобы не было... А там, в принципе, не меняется плюс-минус обычно, там просто его нужно включить, и все. У тебя выбора никакого нет в домашних аппаратах и в портативных. Соответственно, человек тем более не понимает, что происходит. То есть он, может быть, даже хочет понять, то ли он делает с собой любимым, но неизвестно. Сейчас будем разбираться. Итак, в первую очередь вспоминаем физику. Что такое вообще гальванический ток? Во-первых, это электрический ток, да, то есть это электричество. У электричества есть определенные параметры. И наше тело, каждая клеточка тоже могут проводить электрический ток по-разному. Например, наша кожа, то есть эпидермис, дерма, подкожная жировая клетчатка, мышцы, кости, связки, сосуды, нервы проводят электричество совершенно по-разному. К тому же, межклеточная жидкость, оболочка клетки плазмолема и внутриклеточная жидкость, и внутриклеточные органеллы тоже будут проводить ток абсолютно по-разному. От этого зависит биологическое действие электрического тока. Плюс ток может быть постоянный и переменный. Так как мы сейчас говорим только про гальванику, иначе у вас мозги взорвутся. Мы говорим про постоянный ток низкого напряжения и небольшой силы. То есть это очень такие несильные токи. Но тем не менее, те, кто уже делал гальванику, они знают, что может и пощипывать, что когда мы работаем по лицу, то есть ощущение во рту металлического привкуса. То есть, что это, тем не менее, действенная методика. И мы это чувствуем даже языком, хотя мы не на языке работаем. Мы можем работать на лбу, а при этом язык ощущает другой вкус. Это у нас о чём говорит? О том, что ток электрический, его воздействие проникает уже сильно глубже, чем просто кожа. И это нужно тоже учитывать. Итак, под воздействием... Сейчас понятно было, что я объясняю. Давайте, так как тема действительно такая сложная, не просто про возьмите эту баночку, намажьте, снимите. Да, то я вас буду периодически спрашивать, понятно вам или непонятно. Ещё заодно напишите, все ли вы являетесь косметологами и работаете ли вы с гальваникой или только собираетесь её купить. Итак, под воздействием электрического тока в организме появляется ток проводимости. То есть под воздействием электрического тока у нас в организме положительно заряженные ионы начинают стремиться к отрицательно заряженному электроду, а отрицательно заряженные ионы к положительно заряженному электроду. Я не буду говорить катоды, аноды, катионы, а неоны, потому что эти слова очень похожи, и они вас только больше будут запутывать. Давайте будем говорить плюс, минус, положительный, отрицательный. Так вы меньше запутаетесь. То есть на слайдах эти слова есть для вас. Я не буду их говорить. Значит, дальше. То есть смотрите, пока мы ток никакой не подводим, в организме просто, так как организм у нас – это раствор в принципе, то в нём все вещества находятся в растворённом виде, в растворённом водой виде. То есть растворитель в данном случае – вода. Да, и в разных органах, в разных тканях воды разное количество. Понятно, что в крови будет много воды, в кости будет мало воды. Так вот, все вещества находятся в виде растворённых ионов, то есть заряженных частиц, у которых отобрали или наоборот добавили к ним один электрон. Если положительно заряженный ион, то у него отобрали электрон, потому что электрон всегда отрицательно заряжен. А отрицательно заряженный ион – это тот, который жадно и себе схватил дополнительно электрон. Например, кислород так любят делать. Итак, те, у кого не хватает электронов, стремятся туда, где этих электронов избыток, то есть на минус электрод, на отрицательно заряженный электрод. Помним, отрицательный заряд – это электроны, то есть там много электронов. И туда те, кого ограбили, то есть положительно заряженный ион, они стремятся туда, чтобы себе этот электрон присвоить. Те, кто сам грабит, идут в ломбард сдавать эти электроны, то есть положительно заряженному электрону. Как-то вы не реагируете в чате. Напишите, пожалуйста, меня слышно, видно, потому что я уже не уверена. Напишите, пожалуйста, цифру 2, если вы меня видите и слышите, потому что я задала вопрос, вы не ответили. Хорошо, то есть всё-таки интернет есть. Спасибо. Всё понятно, я сейчас объясняю. Напишите «да», если понятно, и «нет», если непонятно, потому что дальше будет хуже. Я поэтому так долго на базе останавливаюсь, разговариваю, как с маленькими детьми, потому что дальше будет больше терминов, и можно будет сильнее запутаться, если не сделать параллель, что положительно заряженные ионы – это те, кого ограбили, они идут покупать себе то, что у них ограбили. А отрицательно заряженные ионы – это грабители, которые идут в ломбард продавать это, то есть отдавать электроны на ночь. Всё, отлично, слава Богу, всем всё понятно. Итак, на электродах, которые мы держим в руках, да, и которыми работаем, происходит явление электролиза, то есть образование атомов, активных атомов из ионов. То есть отрицательно заряженный ион отдаст один электрод и станет атомом, а положительно заряженный он возьмёт один электрод и станет тоже атомом, не молекулой, а атомом. Потому что, например, атом кислорода – это О, это один кислород, а молекула кислорода – это О2, это два кислорода. Да, то есть это нужно понимать. А затем эти атомы тут же на самом деле начинают взаимодействовать с водой, потому что всё происходит в воде, да, мы из воды состоим в основном. И получается, что на положительно заряженном электроде образуется кислота, да, а на отрицательно заряженном электроде образуется щёлочь. Это нужно запомнить, потому что когда мы один электрод, да, прикрепляем где-то там на шею в основном, под плечо и работаем двумя или одним и другим электродом, да, они одинаково заряжены, то нужно помнить, где у нас образуется кислота, а где у нас образуется щёлочь. И нужна ли нам эта кислота в зоне нашего воздействия, то есть плечом-то ладно. А вот в зоне воздействия нужна нам эта кислота или нам щёлочь сейчас будет нужна? От этого зависит тоже, то есть чтобы у вас мозг включался. Не с плюсов-минусов вводить, а от того, какую мы имеем кожу у пациента, какие мы имеем проблемы кожи у пациента и как мы будем их решать с помощью кислот или с помощью щелочей. Это вот первый момент. Дальше. Следующее. Вода обладает тоже определённым зарядом. И за счёт этого, как раз сыну на днях объясняла, за счёт этого мир, в общем-то, существует благодаря диполям воды. То есть она не разлагается особо, но она тоже выстраивается под действием электрического тока. Вода начинает как бы строиться, как солдатики на плацу. Построились и пошли куда-то, то есть в одну сторону. Точно так же происходит и с водой. Как с электронами происходит, с ионами происходит, и с электронами в том числе, так и вода. Но вода не настолько подвижна, то есть прям не идёт такой поток воды, как река. Это, извините, не получится, потому что там сопротивление больше. Но, тем не менее, вода всё равно реагирует. И получается, что на положительно заряженном электроде у нас идёт уменьшение гидротации, то есть дегидротация, вода оттуда как бы уходит. А на отрицательно заряженном идёт, наоборот, увлажнение кожи, так как мы говорим про кожу в основном, но и чуть-чуть про подкожную структуру. Мы не говорим про весь организм целиком, да, мы не занимаемся гальваникой всего тела. Мы занимаемся только лицом. Соответственно, нужно понимать, мы снимаем отёк, или мы, наоборот, увлажняем, да, то есть жирную отёчную кожу, мы будем с ней работать на плюсе, а сухой кожей, вот как у меня, да, и, в принципе, с отсутствием отёков, мы будем работать на минусе. Согласны? Вот это вот себе запишите. Прям плюс – это снятие отёка, да, можно назвать это лимфодренаж, а минус – это увлажнение. Сейчас становится гораздо проще. Дальше. Электродиффузия – это увеличение пассивного транспорта крупных молекул через биологические мембраны. Что это значит? Весь наш организм состоит не только из воды, а ещё и из кучи растворённых в ней веществ. Это могут быть как маленькие вещества, электролитами они называются, то есть это натрий, калий, хлор, положительно заряженный, отрицательно заряженные ионы. И есть крупные молекулы, это обычно биологические молекулы, ну, биорганические молекулы, это белки, всякие углеводы, протеугликаны, жиры и так далее. Так вот, в организме всё хитро. Невозможно перемешивать, да, там, аминокислоты, чтобы они просто так проникали везде и всюду. Нет. Крупные молекулы, даже на самом деле мелкие молекулы, сквозь, мембраны клеток проникают с помощью всё-таки больше активного транспорта. Пассивно они очень медленно это делают. Активный транспорт – это рецепторы, которые как ворота с ключами. Если мы ключик подобрали правильно, ворота открываются, и, соответственно, крупная молекула проникает. Например, есть ацетилхолиновые рецепторы, там, ну, любые, разные рецепторы. Рецепторы к половым гормонам есть на каждой клетке нашего организма и так далее. Да, есть натрий-калиевая помпа. Это тоже такой определенный канал, который натрий и калий не просто так пассивно проходят сквозь мембрану, а наоборот идет обратный, обратная осмосу движения натрия и калия. То есть это сложная, действительно, биологическая система. Так вот, под действием электричества, именно гальванического постоянного тока, происходит ускорение пассивного транспорта. То есть там, где было много каких-то веществ, они бегут туда, где их мало. Да, например, вот кислород, в крови, вот берем артериальную кровь, в ней много кислорода, в ней много глюкозы, это все должно проникнуть в клетку, то есть в крови много, в межклеточном веществе мало. Соответственно, по действиям электродиффузии это все быстрее проникает, то есть мы быстрее кормим. Обратные эффекты, различные продукты обмена, распада и так далее, отходы, скажем так, клеток, да, продукты их жизнедеятельности, не обязательно они плохие, это могут быть хорошие какие-то, они наоборот накопились в клетке, а снаружи клетки их мало. Соответственно, под действием электродиффузии они быстрее выйдут из клетки, и мы получим какой-то уже биологический ответ на вот это вот воздействие. Итак, то есть что происходит? Ускорение клеточного метаболизма, то есть в клетках начинается движуха внутри клеток между органеллами и между клеткой и межклеточным веществом, между межклеточным веществом и, например, кровью или лимфой, да, то есть все начинает быстрее двигаться, а что это значит? Это омоложение на клеточном уровне. Именно под действием электрического тока вот в данный момент все клетки начинают двигаться быстрее. С возрастом эти процессы замедляются. это тоже нужно помнить. Почему там на детях синяки быстрее рассасываются, да, а у взрослых могут и три недели синяки быть, да, ребенок два-три дня побегал, нет уже синяка никакого. Быстрая скорость вот этого обмена пассивного транспорта через различные мембраны. так, это понятно. Классная же гальваника, да? Не только для чистки. гальваника, да? Дальше. Итак, гальванический ток и организм. Мы уже, в принципе, поговорили, что идет увлажнение или, наоборот, уменьшение отека, да, то есть гидротация и дегидротация. Мы уже поговорили, что ускоряется метаболизм в клетках. Теперь, дальше. Усиление локального кровотока в подлежащих тканях. То есть усиливается крово- и лимфообращение. То есть мы работаем здесь, на самом деле крово- и лимфообращение усиливается даже, ну, практически во всем теле. Это нужно учитывать. Например, если человек к вам пришел во время менструации, менструации усиленные, да, то есть слишком сильно течет кровь, то гальванику лучше, например, не делать, потому что она усилит кровообращение, крови будет еще больше. Да, это как пример. Если у человека есть какие-то, ну, ближе всего к лицу, да, это щитовидная железа, которую все всегда боятся, например, если тиреотоксикоз, то есть у человека диагностирован тиреотоксикоз, щитовидная железа слишком много продуцирует гормонов щитовидной железы. Усиливать в ней кровоток не стоит, потому что так она еще больше активизируется. То есть гальваника будет противопоказанием. Далее, что у нас еще может быть такого плохого? Ну, в основном, хорошее на самом деле, то есть улучшать кровообращение нужно, особенно в уже зрелом, пожилом возрасте, потому что оно всегда ухудшается. С возрастом кровообращение всегда ухудшается. Если вы видите отечного человека, отечное лицо какое-то, а дутловатое какое-то, вот что-то не так с ним, да, какое-то бледное, что-то вот тоже все плохо заживает, или человек просто жалуется, что у него ничего не заживает, то гальваника наоборот очень показана, потому что мы ускоряем все процессы, мы улучшаем кровоток. Далее, что еще происходит? Выделение биологических активных веществ, различных, я не буду перечислять, чтобы не забивать вам голову. Они могут быть как провоспалительные, так и противовоспалительные. В принципе, запомните, что в организме не бывает такого щелчка, да, как свет, включили-выключили. Включили только противовоспалительные, значит, вещества выделяются, выключили только провоспалительные, да, нет, всегда выделяются и те, и другие, потому что нельзя запустить только воспаление, так же, как и нельзя полностью заглушить воспаление. Это вредно для организма. В организме постоянно происходит как борьба с чем-то, да, то есть провоспалительные свойства должны различных веществ действовать, так и противовоспалительные, чтобы эта борьба не вышла, не превратилась в какую-то аутоиммунную реакцию, в аллергическую реакцию какую-то сильную, в цитокиновый шторм, как при ковиде, например, в реанимации, да, почему вроде бы нужно же наоборот усиливать иммунитет, да, в борьбе с болезнью, но при этом люди умирают от цитокинового шторма, то есть чрезмерного иммунного ответа организма, да, то есть иммунитет, это все очень сложно, действительно крайне сложная система, она до сих пор не изучена полностью, иначе бы мы могли лечить любые болезни, да и вообще предотвращать их, и поэтому всегда выделяются и те, и другие, а уже как они будут действовать, они всегда действуют во благо, то есть нельзя сказать, что если там, например, есть какое-то воспаление, да, ну, вообще при акне нельзя делать галиванику, потому что, к сожалению, проводимость кожи усиливается, мы можем получить электроожок, да, но если мы видим, ну, есть без повреждения кожи, без красных по полпусту, да, без красных воспалительных элементов, а есть какие-то глубокие, там сидит, что-то, какие-то узлы, где-то глубоко, еще, может быть, рубцы уже даже есть, постакне, например, когда именно нет акне, нет самих воспалительных элементов, а у нас остались только какие-то глубокие узлы, которые никак не проходят, никак не превратятся в этот уголь, да, то тогда имеет смысл сделать галиванику, потому что запускается иммунный ответ, правильный, как про, так и противовоспалительный, и идет разрешение вот этих процессов, резорбция, вот этих глубоко сидящих воспалительных элементов. Мы помним, что кожа не должна быть повреждена. Так, далее, выделение факторов расслабляющих сосуды, происходит гиперемия кожи, вы можете это увидеть, во время процедуры кожа, да, немножечко розовеет, краснит, это нормально, сосуды расслабляются, усиливается лимфоотток, о чем мы говорили, борьба с отеками. То есть, одновременно и приток крови происходит, и отток тоже улучшается, это хорошо. Вот, возвращаемся к акне, например, и к отекам, уменьшение отека, в том числе, эндуративного отека в отече воспаления. Когда мы работаем с плюса, вот, помним, с плюса мы убираем отек и боремся с воспалениями. Именно с глубокими, с глубоко сидящими, а также постакна, тоже здесь будет очень хорошо работать. Ускорение регенерации тканей. Как я уже говорила, на раны нельзя, да, но если есть какие-то синяки, например, это тоже происходит регенерация, то есть, что-то было повреждено, сосуд был поврежден по каким-то причинам, мы можем сделать ускорение вот этой резорции регенерации. Увеличивает фагоцитарную активность макрофагов. Это тоже в плане косметологии важно при постакне, при глубоко сидящих вот этих вот узлах, которые никак не могут рассосаться. Усиление выделительной функции сальных желез, а также слюных. Если мы работаем по лицу и пациент говорит, что-то у меня слюни потекли, не пугайтесь, вы работаете значит с минуса, вы стимулируете железы экзокринные. Но нужно помнить, что таким образом вы стимулируете и сальные железы, что в некоторых случаях, например, при жирной коже, при жирной сибарей вообще нежелательно. То есть это нужно запомнить, что с минуса вы стимулируете кожное сало, то есть с минуса лучше работать на сухой коже. заодно с минуса сейчас верну что получаем гидротацию, то есть увлажнение, которое как раз нужно сухой кожи. Жирной кожи не нужно. то есть она и так получит свое легкое увлажнение за счет просто того, что гель на лице был нанесен в течение длительного времени, как бы как маска сработает. Запомнили с минуса? То есть сухая кожа любит минус, жирная кожа любит плюс. Акне больше пост акне любит плюс, просто при акне нельзя. А теперь переходим к тому, что всех интересует, потому что все забывают, что вот только что мы прошли именно биологическую роль самой гальваники, самого гальванического тока, когда мы работаем на пустом геле, только не на медиагеле, потому что медиагель, он для ультразвука создан. Но я не знаю, вы покупаете себе какой-то гель, кроме медиагеля, для того, чтобы работать по гальванике? То есть в основном берут гель для дезинкрустации, для чистки, а работают как раз уже по, скажем так, вкусным гелям, по сывороткам, которые просто, соответственно, имеют в себе какие-то дополнительные полезные вещества, то есть вы работаете не на чистой гельваньке, вы делаете все-таки электрофорез. вот если посмотреть продукцию гельтека, да, то какие гели для, ну, даже не чистого электрофореза, все равно там будет еще и действие самого геля, то есть есть гель с гидролизатом коллагена алоэ вера для электромиостимуляции, и есть гель Элкарапан с солями грязевого озера Островное, который тоже будет отлично проводить электрический ток и будет, ну, просто эти гели, которые можно купить в большом количестве, у них невысокая цена, да, то есть стоимость процедуры будет невысокая, при этом вы уже получите очень хорошие результаты, вот о которых мы только что поговорили. Теперь, если мы касаемся именно электрофореза, то есть лекарственный электрофорез, это сочетание воздействия на организм гальванического тока, который мы разобрали, и вводимого с его помощью химического вещества или лекарства, то есть то, что вы делаете, когда вы работаете по любым нашим гелям. Зависит от чего именно яркость этого эффекта, вообще в целом этот эффект, от форетической активности самого вещества. На самом деле от правильно выбранного геля. Если вы по медиагелю будете работать, то вы ничего не получите особо. и даже гальваника будет не самая сильная. То есть нужен правильный выбор контакта. Если вы работаете по какой-то водичке на тряпочке, то я не знаю, что вы делаете на вебинар гельтека, потому что гельтек создан просто, все его препараты созданы для аппаратной косметологии. И использовать водичку с тряпочкой или солевой или содовый раствор по тряпочкам, по этим маскам, это как бы настолько прошлый век, позапрошлый век. Это просто уменьшение качества вашей работы и эффективности от процедуры. Так делать не надо. Так как вы же не в лесу находитесь, у вас на все есть возможность. Так от количества активного вещества доказано, что при гальванике высокие концентрации не работают. То есть концентрации там больше 5% они не нужны при гальванике, потому что они начинают обладать раздражающим уже действием и ничего хорошего вы не несете. А процент введения в кожу все равно около 10% от того количества, которое было в геле. То есть если в геле 1% активного вещества, вы не получаете в коже 10%. Нет, вы получаете 10% от 1%. Вам сейчас будет казаться, то есть 0,1%. Вам сейчас будет казаться, что это ужасно мало, но на самом деле этого вполне достаточно для депонирования активного вещества в коже. Коже не нужны 100% соль, например, 100% натрий. Она умрет от этого. В коже натрия должно быть 0,9%. То есть даже меньше 1% раствор изотонический. А уж каких-то, это при том, что в принципе наш организм к натрию относится хорошо, его вообще много. А уж какой-нибудь экстракт ромашки, извините, в нашей коже его много не должно, у нас аллергия на него будет. Поэтому этого вполне реально достаточно. Это гораздо больше, чем просто проникнуть через эпидермис, если мы просто сделаем маску из этого геля и накроем, например, просто пленочкой, чтобы она не высохла. На те же 15 минут. Также количество вещества, которое мы получим, активного вещества, которое мы получим в коже, зависит от длительности и кратности проведения процедуры. То есть мы можем вводить каждый день, мы можем вводить раз в неделю, мы можем вводить раз в месяц. Понятно, что мы получим немножко разные эффекты. И длительность мы можем вводить 5 минут, а можем вводить 20 минут. Понятно, что за 20 минут мы, конечно же, получим более большую концентрацию более яркий эффект как я сказала проникает около 10 процентов активного вещества из нанесенные из нанесенного геля по кремам по маслам электрофорез не делается никогда потому что крем и масла не проводят электричество вы вообще ничего не получите кроме какого-то массажа металлическими предметами да это помним только по гелям или по нетканой маске смоченной в какой в какой-то жидкости в каком-то тонике но не в масле не в креме и не в эмульсии то есть должно быть жирное что дальше происходит с этим веществом оно остается в коже от трех часов до двух недель я не видела особо таблиц какое вещество сколько остается честно говоря это зависит также от концентрации и от самого человека до особенности его метаболизма кровообращения поэтому сложно сказать да но увидите что примерно день два точно будет поэтому гальванику не нужно проводить каждый день может быть ее будет достаточно даже раз в неделю проводить вы будете получать очень хороший эффект и вашим пациентам тоже будет не накладно ходить там каждый день например то они все это могут раз в неделю могут все лучше всего конечно же по действиям электрического тока проникают мелкие молекулы легко растворимой воде они принципе без электрического тока лучше проникают но ну то есть различные ионы но с электрическим током вообще очень хорошо потому что они очень быстро просто идут по действиям электрического тока куда угодно и они маленькие им не препятствует мембрана они проникают сквозь различные биологические различные молекулы как маленькие рыбки которые сквозь сеть пройдут и даже сквозь несколько слоев сети они пройдут а крупные рыбки они застрянут вот крупные молекулы вот сейчас крупные молекулы имеют амфотерную структуру то есть там есть как кислотные так и щелочные части это белки аминокислоты аминокислоты называются кислотами да то есть мы ожидаем что там больше кислотных частей дали что кислотная часть гораздо сильнее чем щелочная часть но все равно там гликопротеины например гидролизат коллагена да коллаген это белок гидролизат коллагена это конечно порезанным же немножко белок но сделанный так чтобы он растворялся в воде но при этом он имеет он все равно амфотерный там есть как щелочные так и кислотные части и поэтому вопрос минуса ли в водитель из плюса ответ из плюса можно вводить из минуса и это зависит от кислотности среды от кислотности того геля или раствора в котором растворено это вещество которое вы хотите ввести вот это нужно вам понять потому что когда меня спрашивают а с чего вводить гиалуронку а она амфотерная и так и так вводить плюс смотрите еще что интересно дальше я еще это расскажу в нейтральных растворах ну или гелях да неважно если вы сначала работаете с плюса то есть к плюсу от плюса убегают кто плюс убегут отрицательно заряженные ионы да и убегает от него положительно заряженные ионы то есть когда вы работаете с плюсов выводите положительно заряженные он когда вы работаете с минусы вы вводите отрицательно заряженные ионы и вот этот гель, да, вот вы поработали на плюсе, этот гель, который у вас был, он стал беден положительно заряженными ионами. Вы можете его смыть, нанести ещё раз и поработать с минуса. Тогда он станет беден на отрицательно заряженные ионы. То есть вы ведёте и то, и то. И пашгеля тоже изменится, пока вы вводите. То есть когда электроны, например, или положительно заряженные, ну пусть отрицательно заряженные ионы у вас пошли в кожу, да, в геле что осталось? В геле остались положительно заряженные ионы. Да, то есть он стал каким? Он стал более кислым. То есть в процессе гальваники у вас даже гель меняет своё PH. Поэтому, когда спрашивают, как вводить, и это многокомпонентная смесь, то я понимаю, что человек вообще не понимает ничего, что он делает. Ему никогда никто этого не рассказывал. Сейчас было понятно, что я сказала? Хорошо, отлично. Едем дальше. Если у вас возникают вопросы, вы сразу же пишите. Теперь давайте посмотрим на строение гиалуроновой кислоты. Это огромная молекула, да. Даже низкомолекулярная гиалуроновая кислота – это всё равно огромная молекула. И в кожу-то она проникает, там, протискивается. Но посмотрите, сейчас я стрелочку включу, указку. Смотрите, вот это вот кислотный, ну и гиалуроновая же кислота, да, хотя она нейтральная на самом деле. Вот это кислотный остаток. Да, от него убегает OH, и остаётся СО плюс, OH минус. А вот это щелочной остаток, ой, наоборот, отсюда убегает H, и остаётся СО минус, не то говорю. А это щелочной остаток, убегает сам OH в воде именно, если растворять. И остаётся просто плюсик здесь. То есть здесь у нас кусочек минус, а здесь у нас плюс. Здесь у нас тоже будет плюсик. Вот, то есть мы видим, что есть остатки, как кислотные, так и щелочные. И поэтому зависит введение данного амфотерного вещества. У нас же есть гель-концентрат с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой, да, который мы можем использовать в процедурах электрофореза как безинъекционную биоревитализацию, например, да. То есть для чего? Для увлажнения кожи. Помните, что любит кожа сухая, да? Мы не будем на жирную кожу действовать гиалуроновой кислотой. То есть мы можем, но в целом целевая аудитория – это люди с сухой кожей. Соответственно, мы будем с какого действовать? С плюса или с минуса? Да. Чтобы гиалуронки именно запас туда ввести. Чтобы увлажнить кожу. Если не запомнили, давайте я вам еще раз найду этот слайд. Сейчас найду. С минусом. Соответственно, гиалуронку мы будем вводить в какой среде? В щелочной, в слабой щелочной среде. Будем мы вводить с минуса. Но в целом, если мы берем гель, допустим, тонизирующий, там тоже есть гиалуроновая кислота. И нам нужно ввести, там витамины в нем есть, да, которые вводятся с плюса. Плюс с тонизирующим можно работать, ну плюс там есть соли, плюс с тонизирующим можно работать по жирной коже. Он очень нравится жирной коже, между прочим, за счет витамина, например. То есть мы можем работать и с плюса. И тоже гиалуронка введется на самом деле. Но это будет безопасно для жирной кожи. Потому что с плюса мы не будем стимулировать сальные железы. Чтобы после электрофореза нашего человек с жирной кожей не пошел домой и не увидел, что у него лицо как блин. И после второй процедуры, после третьей процедуры, а потом говорит, а что-то мне не нравится мой блин, не буду я больше к вам ходить. Косметолог какой-то странный, что-то мне все хуже и хуже. Да? То есть нам нужно понимать, что если мы хотим все равно как-то увлажнить, мы же можем увлажнить не только за счет воды, вода-то быстро рассосется. На жирной кожи мы будем работать с анода. И все равно гиалуронка туда будет проникать. Если особенно сделать подкисленную среду. То есть взять гиалуронку из пектинового геля, например. Да? Сейчас я и про ПАШ расскажу. Средств не всех. Про дезинкрустацию. Да? Это то, что делают, наверное, чаще всего, когда в кабинете есть аппарат гальваники. То есть делают чистку. Гальваническую чистку. Гальваническая чистка основана на реакции омоления в щелочной среде, на реакции омоления кожного сала в слабой щелочной среде под воздействием электрического тока гальванического. Вот принцип действия. То есть вот он жир под воздействием щелочи. Но здесь натрия ОАЖ нарисовано. В гельтековском геле и лосьоне для цинкустации там калия ОАЖ используются. То есть ионы калия нам важны. Потому что с ионами калия будет жидкое мыло. Да? Как жидкое мыло для рук, как шампунь, как гель для душа. А с ионами натрия будет твердое мыло, как брусок. Оно хуже вымывается. Ну, может застрять там что-то не так с мылей, оно останется. Это не очень хорошо. То есть у нас получается под воздействием, ну, из жира под воздействием щелочи мы получаем глицерин и мыло. Соответственно, все легко вымывается. Пуры чистятся и так далее. Итак. Все, в принципе, легко. Это вы, я думаю, знаете. Потому что вот как раз гальваническую дезинкрустацию рассказывают всегда очень хорошо. Показания тоже всем известны. Жирная пористая кожа. Да, отсутствие воспалительных элементов, жирная сиборея. На сухую кожу делать гливаническую чистку вообще бесполезно. Можно на носу сделать, да, там 3 минуты. Есть противопоказания, в принципе, к любым электрометодикам. Это наличие воспалительных элементов, дерматозов, повреждений кожи. Это абсолютное противопоказание в зоне воздействия, да. То есть если на ноге где-то или там на груди, на лице все хорошо, то можно, конечно, воздействовать. Именно в зоне воздействия. Потому что, как я уже говорила, поврежденная кожа. То есть после чистки гливаническую дезинкрустацию делать нельзя ни в коем случае. Вы уже повредили кожу и ток будет проникать гораздо сильнее. Можно получить электрический ожог или же химический ожог. Купероз. Помните, да, что расширяются сосуды. При сильном куперозе не надо. При розации, например, витилиго, потому что оно слабо изученное. Там стимуляция может приводить... А вы помните, что усиливается метаболизм, усиливается стимуляция. Может приводить к ухудшению состояния. Поэтому витилиго, ну, где-то там на ноге, на теле, ладно, на лице. Не надо экспериментировать. Беременность лактации. Почему? Потому что электрический ток влияет абсолютно на все тело, даже если мы работаем только по лицу. Наличие металлических имплантов. Ну, это в основном зубы. Там, ну, я не знаю, при травмах мозга иногда могут быть какие-то при травмах челюсти. Могут быть какие-то импланты. То есть это нужно спросить заранее. И тогда гальваника не делается по лицу. Наличие филеров, особенно постоянных. С биополимерами вообще все очень страшно. Потому что может прийти человек 30 лет назад, сделавший себе носогубки. Да, все хорошо. Больше носогубок у человека нет. Но делаете гальванику, не спросив его об этом. И начинается процесс воспаления. Потому что я уже сказала, что гальваника. При гальванике, при гальванизации вырабатываются различные провоспалительные вещества. Усиливается макрофагальный иммунитет, активность макрофагов. А это имплант, это инородное тело в капсуле. Но оно сидело себе тихо, спокойно 20-30 лет. А тут мы простимулировали иммунитет местный. И иммунитет заработал. И начался процесс отторжения инородного тела. То есть чтобы этого не произошло, обязательно спросите, есть ли какие-то филеры в области лица. Потому что самое опасное, это, ну просто это уже будет челюстно-лицевая хирургия, там гной, вплоть до смерти. Потому что отток от лица идет через мозг, да, там идет анастомоз с синусами мозга. И можно просто получить тромбоз синусов или же гнойное воспаление. Вот ничего хорошего. Поэтому очень аккуратно. Те, кто ходит на физиопроцедуры, не должны иметь в лице каких-то филеров. С нитями попроще. Рассасывающиеся нити просто будут, может быть, чуть сильнее, чуть быстрее рассасываться. Но это не страшно. А нерассасывающиеся нити – это тоже постоянный имплант. И тоже может возникнуть реакция на инородное тело. Поэтому вот с этим делом аккуратнее. Во всяком случае, вы должны взять тогда какое-то письменное согласие у пациента на то, что может возникнуть какой-то воспалительный процесс. Просто человек должен об этом знать, а не сходить к вам на процедуру, потом куда-то уехать, потом у него отекает и краснеет все лицо, поднимается температура, он не понимает, что происходит. Да, а тут будет понятно, что просто простимулировалась реакция на инородное тело. Так. Состояние после ботулинотерапии в области воздействия. То есть это лоб в основном веке. Ну, на веках редко делают кальванику, потому что, опять же, кожа сухая. То есть ради увлажнения просто на глаз тоже будут действовать. Поэтому глаза мы не трогаем. Усиление метаболизма клеток, усиление восстановления, репарация, да, то есть паралич после ботулинотерапии быстрее пройдет. Да, быстрее организм восстановит свою мышечную активность. И, соответственно, все мышцы заработают в полной силе, в своей гиперсиле. А, соответственно, нужно объяснить, что если человек и колется, и к вам, ну, и хочет сделать кальванику, то тогда либо выбрать время, когда уже действия ботулинотерапии заканчиваются, да, то есть где-то месяц через 3-4 после укола, ну, или через 4-5, соответственно, там месяц или два он делает у вас курс процедур, а потом опять идет колоться, да, и тогда как бы и волки сыты, и овцы целы. Никаких конфликтов не будет. Вот. Непереносимость электрического тока. Тут уж извините. Бывают реально люди, у которых начинаются вплоть до пузырей реакции на вот такой слабый электрический ток. Это казуистика, и человек, ну, он может об этом не знать, вы это просто увидите. Это крайне редко бывает, но вы должны об этом знать. И себостатичная кожа. Это, как вы понимаете, относится только к чистке гальванической, да, то есть вот моя кожа себостатичная, мне гальваническую чистку делать не надо. Мне надо уложить. Вот. Так, Елена задала очень хороший вопрос. Как же делать гальванику на антикуперозных гелях? Я рекомендую делать не гальванику на антикуперозных гелях, а фонофорез на антикуперозных гелях. Потому что ультразвуковая терапия гораздо лучше действует на сосуды, именно слабые сосуды. Купероз – это слабые сосуды, их лучше не расширять. Гальваника может усугубить купероз, поэтому переходите на другие методы. Лучше всего ультразвуковые для купероза. Ну, манипулы могут быть шарики, могут быть валики крутящиеся. Да, валики предпочтительны, у них больше площадь воздействия, потому что при гальванике важна именно площадь, то есть работает ток только под манипулой. Поэтому не надо вот так вот быстро водить на сильном токе. Лучше сделать ток поменьше и водить помедленнее, чтобы все успевало нормально работать. При этом не было неприятных ощущений, какой-то слишком яркой гиперемии. Опять же, под манипулой, в самом начале я это говорила, образуются активные молекулы. Не молекулы, а активные атомы, которые, в принципе, соединяются в молекулы. Например, атомы кислорода могут возникнуть, атомы хлора могут возникнуть из соли. И их воздействие, оно под манипулы именно будет, только вот в месте соприкосновения. Поэтому сильный ток не нужен, потому что там быстро образуются эти молекулы. Лучше медленно, но верно. Итак, этапы дезинкрустации. Делается по гелю для дезинкрустации удобнее всего. Почему по гелю удобнее? Потому что он прозрачный, он дает вот этот вот, ну это контактный гель. Мы видим кожу, мы видим поры, красноту, что там вообще происходит. Если мы работаем по лосьону, то есть по маске какой-то на нетканной основе или марлю, вы используете там, не знаю, два слоя, по лосьону для дезинкрустации, вы ничего не видите. Поэтому я даже хотела убрать это слово лосьон вообще, потому что лосьон для дезинкрустации нужен для ультразвуковой чистки. Там удобно, брызгается, все прекрасно. Вот, гель для дезинкрустации нужен для глюванической чистки. Далее, работаем с минуса, да. Помним, что минус, хоть и увлажняет кожу, но что делает? Стимулирует сальные железы. Поэтому, работа в 10-15 минут, в зависимости от объема, да, потому что на щеках может быть сухая кожа. И только, допустим, жирная, только на лбу и подбородке, на лбу и носу и подбородке, или только на носу и лбу, или только на носу и подбородке. Нам по сухой коже, мы можем, в принципе, пройтись, да, это будет увлажнение. Но смысла нет. А потом мы работаем с плюса по кислому гелю. Тут у нас был щелочной раствор, слабо-щелочной. Потом мы работаем с плюса по кислоте. Кислота у нас есть где? В пектиновом умолаживающем геле и в тоненький сахокислотами. Так как работает буквально пару минут, мы зачем делаем? Мы, чтобы успокоить сальные железы, чтобы конец, это вот то, что называли открыть поры, закрыть поры. Да, никто там не открывается, не закрывается. Нам нужно сальные железы успокоить, чтобы не было гиперпродукции кожного сала. То есть конец обязателен, вот этот вот кончик с кислым, по кислому гелю. Или по кислому лосьону. В принципе, так как быстро, можно даже просто лосьон нанести или на манипулы намотать, какие-нибудь нетканки, там еще что-то, и прямо тоником, по тонику проработать, тоже просто получается. И пациент будет очень доволен ваш такой процедурой, чем, гораздо больше будет доволен, чем когда процедура была просто произведена с минуса и не восстановили кислый ПАЖ с плюса. Опять же, жирная кожа, у нее ПАЖ достаточно такой, туда к нейтральному, даже к слабочелочному. Его нужно закислять всеми возможными способами. Поэтому легкие-легкие кислоты в процедурах надо использовать обязательно. А теперь немножко про средства гельтек и ПАЖ. Я здесь не стала перечислять все, да, косметические средства, но в целом они все имеют ПАЖ около нейтрального, около семи. Может быть, какой-то чуть-чуть более щелочной, а какой-то чуть-чуть более кислый. Смотрите, когда вы используете их просто как домашний уход, то в целом этот ПАЖ, он не сильно важен. Да, мы все помним, что ПАЖ кожи примерно 5 лет. У жирной кожи он будет более щелочной, у сухой кожи он будет более кислый. Что происходит с ПАЖ кожи после нанесения какого-либо средства? Он становится сначала, ну в данном случае мы наносим средство, получается, более нейтральное. Да, то есть возьмем нормальную кожу, ПАЖ 5.5, мы наносим, получается, более щелочное средство. Пусть оно даже с ПАЖ, допустим, 6.8, 6.9. Что мы получаем? Чуть-чуть защелачивание, да, но кожа на самом деле очень быстро восстанавливает свой ПАЖ. То есть там 10 минут, максимум полчаса, все, уже забыли про то, какой ПАЖ был у средства. Это как бы легко доказать, просто используя слабые поверхностные пилинги, да, которые не требуют нейтрализации, потому что нейтрализация – это всегда слабый щелочной раствор или гель. Просто мы наносим вроде бы очень кислое что-то, да, ПАЖ 2, может быть, ПАЖ 1.5. А через, ну, и просто потом смываем, ничего не происходит, кожа сама нейтрализует это средство. То есть она не становится с ПАЖ 2 на весь следующий день или на всю следующую неделю, или пока мы не смыли. Можно даже в этом легком пилинге до хоть 2 часа ходить, ничего не произойдет страшного. Ну, правда, ничего не произойдет особо. Единственное, разрушится липидоэпидермальный барьер, ну, посильнее. То есть кожа чуть более сухая станет в итоге, чуть более пересушенная. Но в целом это не будет кислотный ожог какой-то страшный, да. То есть нельзя сказать, что мы можем заменить длительное нахождение на коже поверхностного пилинга, то есть сделать так, как будто это глубокий пилинг, ну, там, поверхностно-срединный пилинг. Нет, такого не будет. Потому что очень разные ПАЖ, очень разные вещества. То есть можно там, как лайфхак лечения акне, да, только начинает выскакивать прыщик какой-то, мы его кислотой вечером намазали легкой и пошли спать. Все. И с утра его уже нет, он засох весь. Так. Смотрите. То есть любой гель, длитек можно использовать каждый день. Вот Виктория спрашивает. Ее смутил вопрос, ее смутил слово слабокислый ПАЖ. Да даже слабо щелочные можно каждый день использовать. Они абсолютно не вредят коже. Ну, то есть понятно, что для жирной кожи лучше использовать слабокислые гели, да, а для сухой кожи вообще, в принципе, все равно, какие использовать. Ну, можно и слабо щелочные. Вот. Она все равно их закислит сама спокойно. То есть это не противопоказание. И опять же, это слабо. То есть это 6,9, 6,8, 7,1, 7,2. То есть это не какие-то там 14, когда это щелочь-щелочь, там, жуткая, что кожа вся слезет, да, и так далее. Нет. Это очень-очень легкое воздействие, которое нейтрализуется у самой кожи. У нас кожа же не камень, да. Это камень, если мы намажем, то вот что намазали, то и получили. Или там стекло, да, кожа же живая. Она все время продуцирует кожное сало, она все время продуцирует пот. Там клетки живые, они сразу же начинают реагировать на изменения ПАШ. Они сразу начинают, там что-то движуха начинается, там что-то они начинают делать. Вот. Так что ничего такого в этом нет. Смотрите, из действительно кислых, я вот единственное не подскажу ПАШ, тоник с АХ кислотами, но он тоже слабокислый, да, то есть после чистки его очень хорошо использовать. Вот пектиновый гель и тоник с АХ кислотами идеально вот после чистки для вот этого восстановления ПАШ. будет идеально для просто воздействия на жирную кожу по этим средствам, потому что вот эта легкая кислота будет успокаивать цельное железо, будет прям вообще классно. Можно смешать один гель с другим, да, у них ПАШ немножечко, ну, приблизится друг к другу, ну, то есть слабо щелочное станет более кислым, например, да. Так тоже можно поиграться в химии, в аптекаре, вот, что-то такое. Слабокислый, демотен гельтонизирующий, именно поэтому их так любят люди с жирной проблемной кожей, но поэтому им так хорошо от этих гелей сразу буквально с первых же дней. Потому что они слабо кислые, они улучшают состояние микрофлоры кожной, всего, именно при жирной коже, которая всегда имеет ПАШ ближе к щелочному или даже слабо щелочной. Слабо щелочные, ну, вот тоже для, вот гель-концентрат, он слабо щелочной. Как это ни странно. Вот. То есть его надо вводить с плюса, когда он слабо щелочной. Мы помним, что сама гиалуронка может вводиться и с плюса, и с минуса. А в данном случае на гель-концентрат вводится с плюса. Но закончить мы должны. Должны мы закончить кислым ПАШ, только если жирная кожа. Смотрите, есть еще многокомпонентные гели. Например, гель для зрелой кожи, гель нео-антивозрастной, гель для сухой нормальной кожи нео. Они многокомпонентные, в них много чего есть. Соответственно, их вводят из плюса и с минуса, можно вводить в зависимости от того, какой вы эффект от самой гальваники хотите получить на коже. Вот и все. То есть хотим мы увлажнение или хотим мы успокоение сальных желез. Хотим мы убрать отек или хотим мы все-таки, наоборот, просто увлажнить. Так, подождите, пропал слайд с веществами. Странно. Был слайд с веществами. Сейчас, может быть, есть. Я пропустила. Вот. Здесь список веществ, которые можно встретить, как в геле Тельтек, из таблицы по различным веществам для гальваники. Их можно погуглить. Они могут быть в справочниках и так далее. Я просто некоторые из них написала. С какого полюса их вводят. Да? С плюса или с минуса. И сейчас мы увидим. Да? Вот смотрите. Алоэ, оно сложное. Его и с плюса, и с минуса. Грязь лечебная, она сложная. Там электролиты обычно. И соли, и остатки кислот. Да? Ну, соли, это вообще часть щелочи, часть кислоты. Да? То есть, из плюса, из минуса надо вводить. То есть, все, в принципе, экстракты тоже, они и там, и тут. Потому что это сложные молекулы. Смотрите дальше. По электролитам. Калий, кальций, натрий. Все вот металлы, электролиты металлов вводятся с плюса. То есть, например, при плохом иммунитете, да, нужен цинк. Например, при плохом заживлении ран нужен цинк. Можно его вводить с плюса. При пигментации нужна медь. Тоже вводится с плюса. У нас эти металлы есть в хилатной, причем в форме, в тонике с ахокислотами. Он кислый. Можно, соответственно, вводить эти электролиты. Дальше. Не металлы. То есть, йод, хлор, сера. Да, сера у нас в демотене, мы помним. Вводятся с минуса. Тоже это все нужно учитывать. То есть, на жирную кожу, если мы по демотену работаем, и сера нам нужна именно как при демотекозе, например, да, вот вы хотите полечить, улучшить проникновение серы в кожу при демотекозе. Вы будете работать с минуса по демотену. Аминокислота. Вот цистеин у нас, аминокислота. Там почему-то других аминокислот я не увидела. Хотя большой список вводится с минуса. Аскорбиновая кислота тоже с минуса, да, тоже это кислота. Никотиновая кислота тоже с минуса вводится. Салициловая кислота тоже с минуса вводится. А вот витамины, смотрите, вводятся с плюса. Хотя аскорбиновая кислота тоже витамин С, да, а вот витамины группы В с плюса вводятся. Витамины В1 и В12. Витамины Е с плюса вводятся. Никотиновая при этом с минусу, то есть она более кислая. А эти сложные вещества. И они при определенном пазме лучше с плюса. То есть они, возможно, настолько кислые, что в нейтральной среде, а у нас гели нейтральные, да, в основном, они будут вводиться с плюса. Есть еще сложная табличка, да, про такие резко кислые, резко щелочные вещества, сложные причем, которые при разном пааж будут то в плюс, то в минус уходить. Вот как та же гиалуроновая кислота. И там есть табличка, с какого их вводить при нейтральном пааж. При пааж примерно 7, с плюса или с минуса их вводить. То есть вот эта вот табличка, это как раз про это. То есть про примерно нейтральный пааж. То есть примерно все гели, которые у нас есть в гельтеке. Они все примерно нейтрального паажа. Смотрите, папаин, кстати, папаин бромелайн. Это у нас ферменты в энзимной маске, например. Если вы хотите углубить энзимное воздействие, да, вы тоже можете гальванику использовать с плюса. И у вас будет разрыхление кожи, например, очень сильный гиперкератоз. Да, а ультразвуковой чистки у вас нет, пилинг вы делать не хотите. У вас есть энзимная маска и гальваника. Вы берете, наносите, с плюса работаете. У вас получается такой более сильный энзимный пилинг. И, соответственно, улучшение отшелушивания этого гиперкератоза. Да, здесь я еще привела, вот кофеин, да, кофеин нам нужен зачем в коже? Он обладает лимфодренажным действием и улучшает состояние сосудов. Он их тонизирует. Гальваника сама их расслабляет, но она их расслабляет именно практически в момент и чуть-чуть еще подольше. А кофеин будет их тонизировать и будет действовать гораздо дольше, потому что мы помним, что вещества депонируются в коже от 3 часов до 2 недель. Но 2 недели кофеин не будет депонироваться, потому что он мелкая молекула, очень активная, очень легко проникающая везде. То есть даже при наружном нанесении он очень хорошо проникает вплоть до крови. То есть он не просто в эпидермисе, он действует именно в дерму, на сосуды. Вот. Короче, если у нас с кофеином вещество, какой-то гель, да, то мы его наносим с плюса. Сосуды могут расширяться, но в итоге будет все равно сильное, хорошее лимфодренажное действие, и мы получим укрепление сосудов. Это в плане купюроза, например, антикурозного действия. Но, как я уже сказала, при сильном купюрозе лучше гальванику вообще не использовать. Прозерин. Это вещество, усиливающее силу мышц. Его используют при проблемах после ботулинотерапии. Когда слишком сильно сделана ботулинотерапия, тогда очень хорошо делать как раз гальванику по прозерину. Тоже делается с плюса. То есть можно его колоть, но обычно человек уже на нервах, и колоть он не очень соглашается. Плюс вы так еще используете и гальванику, а гальваника способствует более быстрому восстановлению нейромышечной передачи. И таким образом вы объединяете эти действия и прозерина, и гальваника, и получаете более быстрое восстановление после каких-то, например, птоз бровей произошел, да, или птоз нижнего века. Вот. Или просто очень сильно подействовало препарат ботулинического токсина, и человек весь такой, а, я не могу улыбаться, щуриться, там, не знаю, бровями двигать, мне некомфортно, жизнь не удалась, хочу умереть, да. Хотя, в принципе, можно подождать там 3 недели, все отпустит. Но не хочешь ждать 3 недели, можно каждый день просто делать вот эти процедуры, будет человеку счастье. Вот. Так, гиалуронидаза. Тоже, соответственно, это фермент, который растворяет гиалуронку. Гиалуронидаза, лидаза, называются препараты, продаются в аптеках, тоже вводится с плюса. Зачем это нужно? Иногда бывает, ну, чтобы полностью растворить филлер, конечно же, нужно колоть в сам филлер. Да, но иногда бывает, что был введен, ну, чуть больше, чем нужно филлеры. Да, и если вы уколом сделаете, то он может слишком сильно раствориться, будет опять яма. И получится, опять надо колоть. Такой замкнутый круг, пациенту это не нравится. Ну, и никому, врачу тоже вообще-то. Если мы воздействуем гальваника из гиалуронидаза, мы получаем очень мягкое такое растворение чуть-чуть и чуть-чуть размягчение филлера. То есть бывают губы, если сделать, или где-то кто-то сделал, да, какой-то слишком плотный филлер. И вот она пришла с такими губами вот совсем вот такие вот. Уже отек сошел, а они вот, ну, я не могу это на своих губах даже, ну, вот ужасные, да, и очень плотные. Вы чупаете, это просто деревяшка, да, то есть уже это не отек. Что можно сделать? Можно взять гиалуронидазу, нанести ее на, соответственно, салфетку тканную, и сделать электрофорез с плюса. Размягчаться губы, можно их размять, отек уйдет опять же. С плюса у нас уменьшение отека, который все равно там будет. Человеку станет легче. Губы приобретут нормальную форму, при этом они будут больше, чем свои родные, но при этом мы вроде бы гель никуда и не делся, и все счастливы, да, классно-классно. Ну, то есть вот это тоже можно использовать. Так, в принципе, по этим препаратам все. Теперь ваши вопросы я жду. Можем еще по слайдам пройтись, если кто-то что-то не записал, или кто-то что-то недопонял, плюс-минус путаются, кислота со щелочью путаются, все путается. Просто это надо записать и держать перед глазами. И выделить цветом красным и зеленым, да, или там синим и красным, чтобы у вас было понимание, хотя бы какие-то ассоциации. Потому что иногда действительно очень сложно запомнить, можно запутаться. Если у вас будет какой-то такой чек-лист маленький, там же много не надо, да, то вы это все легко будете делать и будете получать самое главное, да, главное это результат. Куда применять эти знания? Знания применяются для результата, для улучшения качества кожи у ваших пациентов. и увеличения, соответственно, у вашего чека. А также, чтобы ваша гальваника не пылилась на полке только ради гальванической чистки, гальванической дезинкрустации. Чтобы вы понимали, что гальваника – это отличнейший инструмент для работы с очень многими проблемами кожи. И, опять же, это омоложение кожи, это уменьшение отеков, это улучшение кровообращения, это улучшение метаболизма клеток, это борьба с различными проблемами после инъекций. То есть, тоже это полезно иметь в кабинете. Это, опять же, хорошо для людей, которые боятся инъекций, или имели какой-то плохой опыт, или у них очень болевой порог, очень низкий, то есть они не могут просто ничего такого делать, то вы можете действительно им помогать. Не просто там, это какая-то реклама, покупайте наши аппараты, они заменят инъекции. Нет, если все грамотно делать, то это действительно так. Просто нужно регулярно это делать, постоянно это делать. И тогда у вас, ваши пациенты будут просто вообще иметь другой вид. Ухоженный, качество кожи будет совершенно другое. Вот. Скидка будет, она придет на почту. Вопрос по аппаратам. Есть ли у меня рекомендации по каким-то производителям? Лучше об этом говорить, наверное, с Ириной. Она больше разбирается в производителях и в рынке аппаратов. Я от этого уже очень давно отошла, поэтому не могу. То есть я знаю методику, я могу про нее рассказать. Конкретный аппарат я посоветовать не могу. Чтобы не наврать. Так. Жду еще вопросы. Какой еще слайд хороший вам показать? Наверное, по... По самим гелям. То есть понятно, да, что при жирной коже всегда жирная кожа любит кислоты. Это самое важное. Потому что на сухой коже мы особо... Ну, каких-то прям плохих реакций мы не увидим, кроме сильной красноты и, может быть, реактивности. Чувствительность может повыситься, да. А вот на жирной коже, если она потечет именно, если мы простимулируем кожное сало слишком сильно, то пациент может обидеться и просто даже не вернуться. Вот это важно. Важно же в первую очередь не навредить. Про наличие гелий тоже не знаю. Это все в отдел продаж. Так, все, раз вопросов больше нет, я очень надеюсь, что я вам на пальцах смогла рассказать принципы гальваники, что вы поняли, что это действительно очень интересные инструменты, что можно добиться очень разных результатов и использовать при использовании совместно с различными гелями Гельтек. Тогда получается прям уже суперрезультат. Напоминаю, зрелая кожа – это сухая кожа всегда. Поэтому ее надо всегда как раз стимулировать, работать с плюса. Нам важна стимуляция. Но при этом зрелая кожа, может быть, с отеками. То есть нужно всегда выписать себе, какие есть проблемы и какая проблема решается с плюса, какая с минуса. Заканчиваем мы всегда в зависимости от активности сальных желез, да, плюсом или минусом. И подбираем гели в зависимости от их состава. Тоже к каждой проблеме мы можем выбрать определенный гель. Или один гель, может быть, за все проблемы будет отвечать такой классный универсальный гель. Да. Соответственно, выбираем. И по этому алгоритму работаем. Тогда у вас будет прям идеально. На этом я закончу. Ну, вот. Ну, вот. Ну, вот. Ну, вот. Продолжение следует...